Доброй ночи, Выборгская ГИБДД, капитан полиции Галининг. Документы посмотрим. Здравствуйте. В связи с чем? Мероприятие проходит, правильно? Да? А что за мероприятие? Попрещение, будем подразумевать. Красивое вместительство. Позвольте в соответствии с пунктом 2.4 ПДД РФ ваше служебное удостоверение. Позвольте в соответствии с пунктом 2.11 ПДД РФ ваше служебное удостоверение. Капитан полиции Габибов Владимир Гассанович до 28 августа 2029 года. А вы не могли? Да, Владимир. А можете по-прежнему зрению просто? Лейтенант полиции Берни Кольевич Евгений Владимирович. Ага, до 28 февраля 2018 года. Ну, вы посмотрите повнимательнее. Я же был в открытом виде, все показываете. Здравствуйте. Теперь ваши документы, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вам необходимы документы целью проверки в рамках операции, да? Которая проходит у нас в районе? Вашего административного нарушения. То есть, я правильно понимаю, вы выявили состав административного правонарушения? Время у вас висят. Можно я сейчас наследство закончу, а потом вы начнете? Тем не менее, я был остановлен вашим коллегой, который мне сообщил, что необходимо проверить документы в рамках операции, да? Вы хотите пообщаться? Да, я хочу пообщаться, я приехал к вам, да, пообщаться. Вот, и тем не менее, да, вы как должностное лицо, выявившие административное правонарушение предус... Да можете фотографировать сколько угодно. А что смешно? Я не знаю, что смешно. Он просто ездит и он тоже занимается, честно говоря. На самом деле нет. Номера просто есть. Входы все нормально. Я сейчас... Что? Входы все нормально. Смотрите, я сейчас... Я только что выехал с сервиса. Эти номера мне установили неправильно. Я еду устранять. Сейчас инспектор, соответственно, составит материал административный по 12.2, часть 1 КУАПРФ. Будут ряд ходатаций заявленных, согласно которых я попрошу прекратить производство по делу. Ввиду того, что я еду устранять, и вопрос будет снят. Тем не менее... Можно устранить на месте? Да? Ну, да, я могу. А вот смотрите, а если гражданин не умеет это делать? Я вам больше скажу. Нет, я не умею. Я вам больше скажу. Очень интересный момент. В городе Москве... В городе Москве, значит, вы гражданин... Водитель, пожалуйста, приносядьте вашу водительскую обеспечение с действительной регистрацией в поле состава. Да, давайте, согласно правилам дорожного движения. Потом мы продолжим с номером разговора. Вы обязаны его передать должен саму лицу инспектору дорожного патрульного движения. Я сейчас передам. Еще раз вам повторяю. Я... Повторяйте, пожалуйста, документы. Я сейчас передам документы. Я их должен начали посмотреть. Да, да. Правильно? Вдруг у меня их с собой нету. Тогда придется по 12.3, часть 1, КВАПРФ составлять. Да, мы уже определимся, что даже материал. Да, мы уже определимся составлять. Вы, главное, передайте документы. Передайте, а потом, по-моему, беседу. Слушайте, у меня документов нету с собой. Забыли? У меня дело в том, что данным транспортным средством управляет водитель, который вписан в страховку. Я готов вам сообщить данные, вы их перепроверите. А у вас какие-нибудь есть паспорты? Собственное объяснение. И сейчас вместе с тем я вам покажу акты приема выполненных работ. Я только что еду, автомобиль забрал с сервиса. Соответствующие документы, что я действительно эти номера, о которых вы говорите, не переворачивал. А их сотрудники данного сервиса установили неправильно. То есть, ну, чтобы логичнее все было. Смотрением своим транспортным средством, или каким-либо транспортным средством, которое вы собираетесь управлять, вы обязаны проверить его техническое состояние, что номера висят на положенных местах, световые приборы включены, колеса накачаны, рулевое управление в норме, тормозная система в норме, и только после этого вы должны передвигаться уже на своем транспортном средстве. Согласно правилам дорожного движения. Есть перечень эксплуатации? Я же согласен. Это согласно правилам дорожного движения. В третьем раз я вас прошу уже это сделать. Не забыл? Я же говорю, у меня их нет. У вас паспорта есть? Нет у меня с собой паспорта. Тогда в отдел. В отдел, значит, поедем и устанавливаем в вашу личность. Мы сейчас поищем, да, и в отделе, в отделе, тогда отстраняйте меня, и мы едем. Вопросов-то нет. Нет, сейчас мы вас отстроим со слов на месте, а дальше мы поедем в отдел и устанавливаем в вашу личность. И уже потом, после этого, будет созданность. Все процессуальные документы в отношении у вас попал. Нет, не потом, а сразу. Да, да, сразу. А вот, смотрите. Нет, ну я только что, только что машину забрал. Мы очень рады за вас, потому что у вас были работы. Вы намерены документы, удостоверяющие вашу личность. Я же говорю, документы у меня лежат в бардачке. Перед началом управления вы должны убедиться, что у вас все документы в порядке. Я согласен. Что у вас есть водительское удостоверение, свидетельство в регистрации в поле Фосага. Только после этого начинать движение. Вы не имеете права начинать движение без этих документов. Да. Свои акции можете оставить у себя по приемке, в машине и тому подобное. Согласно правилам дорожного движения, предоставьте своему документу. Вы не можете не объяснять, я правила дорожного движения хорошо знаю. Предоставьте их, пожалуйста. Сложились так обстоятельства, в бардачке нет документов на транспортное средство. Я вам со слов сейчас объясняю, кто я, что я. Ну нету, а? Да, я сейчас посмотрю. Главное, у вас есть один прием. Где? Играетесь, знаешь, получается. Где играетесь? Да вон. Где документы вставали. Там у страховка. Нет. Так вот, я вам сообщаю. Я сейчас еду устранять данные, как вы считаете, нарушения. А поскольку вот у меня акт приема выполненных работ, они неправильно, да, действительно установили государственные регистрационные знаки. Я согласен, что водитель обязан перед тем, как эксплуатировать транспортное средство, убедиться... Перед управлением вы обязаны убедиться, что у вас с вашим транспортным средством все в порядке, согласно перечью эксплуатации. Конечно, я все это прекрасно знаю. Вот, вместе с тем вы будете материал составлять? Я заявлю ряд ходатайств, согласно которых по 28.9 КУАП РФ... Это ваше право. 51-я статья Конституции Российской Федерации говорит против себя своих близких не следует. Вы же сразу, да? 25.1 КУАП РФ... Разъяснить мне. Да, вы имеете право знакомиться с материалами административного расследования, также имеете право пользоваться юридической помощью, помощью адвоката-защитника. Вам это понятно? Да, мне понятно, конечно. Приветствуйте главный, который вы должны были. Я... Почему у вас на машине присутствует? Мои стекла соответствуют, гостя. Соответственно? Обещательно. Устранять будете причину? Вашего задержания? Да, я сейчас доеду непосредственно до места устранения. ПДД допускают, и КУАП, и все, и вопросы сняты. Куда вы едете? А, не по... Место устранения, вот здесь вот автосервис. У вас рамки ничем не прикреплены, знакомо. Соответственно, у вас пластиковые рамки, вы в состоянии сейчас своими руками их открыть и перевесить номера, согласно ГОСТу. А вы знаете, в чем дело? Я там уж будет терраска, только у меня руки предназначены для того, чтобы не гайки крутить, а клавиши. А гайки вам не надо крутить, вам надо снять защёлку, и как вы открываете бардачок, то есть вот так же вам надо снять защёлку на вашей рамке. А вы не могли бы мне помочь это сделать? Я вообще-то... Вы хотите предложить мне это сделать? Да, чтобы вы мне помогли. А почему это я вам не могу сделать? Давайте я вам помогу, выйдите из машины, я вам помогу. Вы просто так настаиваете, я же говорю. Да, выйдите из машинки, я вам помогу. Во-первых, я не умею это делать. Ну, выйдите из машины, я вам помогу. При вас это сделаю, чтобы вы потом ничего не говорили. Нет, я ничего говорить не буду. Выйдите, мы посмотрим, как это делать. Давайте посмотрим. Отщелкивается спокойно? Не, не, не отщелкивается. Я думаю, что просто так. Поеду, странно. Вопрос будет закрыть.